Итак, мы находимся, друзья, в Приморском парке Санкт-Петербурга. Видим здесь всякие разные аттракционы. И вот мы с Ксенией в таком очаровательном билетике. Мы можем прокатиться либо на форсаже, либо на тарелке. Мы решили выбрать форсаж. А так здесь люди все вот, ну, вы видите, как бы, бежат, кричат, шумят, кто-то катается, кто на чем, кто как. Мы, в принципе, тоже не против скорости, не против высоты. Такое замечательное место. Можете посетить его, как вы будете. В Питере. Что, что, дать? Куда? Так, что, дать? Где наша карта? Ну, ориентированно. Так, вот эта штучка, да? Так, ну, крутится вверх, да? А, которая крутит. Вот она, вот она. Видишь? Ну, да. А, то есть мы отсюда перешли вот сюда. А, и дальше. Сейчас. Нам нужно, наверное, налево, да? Наверное. Ну, сейчас. А тут дорога. Давай узнам, кричим. Так, пошли. А, и дальше. Снежная королева здесь не рада. Конечно, вот она. Так, друзья, знакомьтесь. Это снежная королева. Ждет своего, да, ждет своего Кая. Вот она, это, смотри. Карамуслая. Ну, что, что у вас, не знаю, кто-то пойдет. Слушай, что у вас, не знаю, кто-то пойдет. Да, 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 да. Так, молодец. Арбитка, поподелась. С кем-то, Арбитка. Молодец. А, слушай, теперь берем нашу грудинку, какого-то деревенского. Кстати, друзья, ингредиенты по-будру. Ну, вы можете спросить бананы. Давай. И грудинка, какого-то деревенского. Скажи, пожалуйста, письмо-чего-руска, например. Не знаю, баяк. А из Питера есть кто-нибудь? Раз, два, три. Он не знал. Из Питера? Да. Сколько вас? Пять. Пять. Восемь человек. А недавно у нас прочитали статистики 8 миллионов. Питерпула. Девая, 8 миллионов, скажите, пожалуйста. Да, белочки. О, как лазит. Идем, идем. Ну, Лена, сейчас сюда. Питерпула. Живут, да, здорово? Делают, что хотят. Просто умеют. А, вот она, вот эта тарелка, наверное, наша. Она банально описывает. Вот это? Это, конечно, тарелка, наверное. Да. Даже никто не кричит. Никому не страшно. Видимо, да. Видимо, это сейчас. А, он вот это, когда Люба нам проводит. Да, ты бы погоняла, погоняла. Вот эти вот антисталии, наверное, там. Да? Я надеюсь, что нет. Это, что ли, форсаж? А бонус, я думаю, что бонус. Да, да, да. Гораздо лучше, чем вот это. Да, да. Да, да. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Все для тебя, тебе нравится этот мост, этот парк, это все для тебя. И это прогулка по каналам Елагиного острова. Кстати, знаешь, такой Елагин, это вообще был один из руководителей масонской организации в России на тот период. Очень влиятельный человек был, то есть он руководил масонами и влиял на политику таким образом. Здесь с него назвали вот остров, ну и дворец, соответственно, Елагиновский дворец. Елагиновский дворец – это одно из главных творений Карла Росси, ну первых творений в Санкт-Петербурге. Итак, сейчас мы совершим наше. Нормально. Че, час можно? Так, сейчас мы сядем в эту уютную лодку. – Они не мокрые. – А, нормально. – Они приехали, они под мостом стояли. – А почему у нее там вот вода вот там? – Ну это из-за дождя. – Не сюда? – Не-не-не, я вам на корму. – Не сюда? – Да-да-да, на корму корму. – Так, осторожно, я очень-очень-очень сильно боюсь. – Да-да-да, я еще соберу все. – Все, можно, да? – Спасибо. – Куда? – Все, ты нажимай, я нажимай. – Куда? – Все, ты нажимай. – Итак, смотрите, какие живописные места. Потихоньку идем, идем. Наш корабль, партия, наш раневой группы. Продолжаем наше путешествие по каналам Елагина Остров. Накрапывает дождик, но нам это не мешает, не просто, потому что мы плывем. Ребят, я вам всем советую поплывать на лодке, кто еще не был. Я, честно говоря, был лишен раньше этой возможности. Это очень большое удовольствие со своим. Возьмите какую-нибудь подружку свою, если она у вас есть. Если нет, у вас будет повод, чтобы найти и подружиться. Очень романтично, да? – Угу, да. Так и Лагина Островский дворец, когда вдовствующая Мария Федорова, потерявшая своего мужа, так вот трагически, она уже не могла находиться в дни, естественно, в том инженерном Михайловском замке, вне своем Павловском, потому что ей было далеко туда добираться. Она хотела себе нормальный такой дворец. И таким дворцом для нее стал Келагин Островский дворец. Росик перестроил специально для нее. Он перестроил этот дворец. И вот она, ей очень нравилось здесь жить. Какие места здесь красивые. Там был флагшток, когда император в корабль выходил, и знамя поднимался. Возвещаю всем, что не мешали королевской четвери. Все это все. Возвращаем кружки. Поехали. Возвращаем кружки. Возвращаем кружки. Да. здесь очень красиво я пытаюсь снимать все потрясающе красивый остров я здесь никогда не была хотя красота как некоторые выражаются банально местные жители да какие нигде не были но мы везде были а вот у себя нигде не были здесь очень красиво пианистка которая объездила полмир объездила объездила так ну-ка все я бы все увидела кроме азии кстати здесь очень красиво не менее красиво чем в европе вот но пока что тут сплошная природа где твой дворец мы не знаем где он там а он вот вон там вот дворец для тех кто интересуется дворец вон там вот ага прекрасно у меня прекрасно а осторожно как мы под мостом проплываю ну ладно давай не будем этот позор снимать партию на шоксения всегда запомнил всех людей должно быть ощущение что их правильный курс и у всех удочек вон у них вожак в таком же прямо что украдем давай ой не знаю не знаю это угроза да вон там красиво вон очень красиво везде утки лодка набирает скорость да идем идем паша набирает скорость кто мне сегодня рассказывал про дайвинг да и что-то в этом роде слушай ну а у меня уже кричит слушай я выключу ладно я боюсь чтобы она не упала она не упадет ты боишься ты не бойся я не хочу плавать у меня нет компании к собой ну а какая прелесть какая уточка какая прелесть можем ну ладно давай закругляться куда нажимать давай продолжаем наше путешествие по каналам у нас новый рулевой ксенюшка расскажи как тебе роль грибца я наказал на найти раньше было самое страшное наказание но вот это вот в рулевую рулевую одной одной одни месту чтобы не берегу не причали не хочешь в дерево сейчас режемся но что ж ты запасе девушка устала устала ну ладно ближаемся к великому творению великого архитектора карла руси все это он сдал экзамен александру первому перестроил фейлагинский дворец отдав ему все очень грамотно сделал вот смотрите бить вот это колоннады все это очень тема итальянская все эти пристройки что это у нас вот он дворец сам да видишь елагиновский эта тема павильон такой поближе подойдем к нему кто у нас тут выступает кто будет играть вот бывший конюшенный корпус неудивительно что именно и мария федоровна полюбила очень творение здесь выставки проходят пока кафе есть всякий музей это называется лук как же он называться вот так сейчас помню а здесь сцена проходит представление раз на мероприятие городского масштаба он хочет пройти деревянную и снова на мероприятие на мероприятие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь должны были быть окна, по идее. Но он вместо окна поставил вот такие вот скульптуры. Видишь, мода везде на античность. Ни один дворец не строился без таких вот скульптур на античные темы. Каких-нибудь древнегреческих героев. Продолжение следует... А вообще потом... После Марии Федоровны здесь неоднократно любили бывать русские государи. Александр Треть любил здесь всякие зимние празднества устраивать. Потом со своей семьей. А потом, когда Столыпина взорвали, его семью на Аптекарском острове, то он со своей семьей перебрался вот именно в этот дворец Елагин-Островский. И, между прочим, его жена сказала, что это было лучшее время. Просто лучшее время их жизни. Очень красивый дворец, если внутри посмотреть. И такой вид. Вот выходишь гулять. Ты гуляешь здесь, представь, каждый день. Рядом каменный остров, на котором... Вообще, один некий человек ходил к Голицыну, Михаилу, перед Великой Отечественной войной 1812 года. И говорил, что ему снится такой вот сон. То есть, это здание кухни вообще. Смотри. А почему вообще вместо окон здесь вот такие вот, да? Античная фигура. А окна там, на той стороне. Потому что когда кухня... Ну, всегда кухня отдельная вообще раньше была. И когда что-то готовили, чтобы запах не доносился вот сюда, он окна поставил на ту сторону. А здесь поставил скульптуру, чтобы было красивше. Вот такой вот пандус, да? Красивый такой, изогнутый. Молодец, да? Нечто похожий пандус был в Екатериниевском дворце, там, где Камеронова галерея. Недалеко, где висячи вот эти сады. Да, что значит пандус? Плавный спуск или плавный подъем. Чтобы удобно было. По ступенькам там тяжеловато подниматься. Пожилой императрице. А здесь вот... Наша королева модели. Девушка, вы что-то курите? Так, где моя спутница? А вон она. То есть, берегут вход, как всегда, у нас львы. Львы на страже. Ксения, иди сюда. Стесняется, девочка стесняется, за льва спряталась. Видите, но она находится там, я знаю. Здесь, конечно же, шары, шары. И как же без них. А вообще, в Екатерининском дворце стояли статуи вот так вот. И, конечно, с пандуса к себе Павел Первый там поставил. Перебрал вот эти музы с Аполлоном. Аполлон, окруженный музами. Ксения! Шшшш! Где она? Так, надо сам ее за руку водить. Как ребенка, что-то. Вот такие деревья здесь есть. Интересно. Так, есть на что посмотреть. И тихо, спокойно. Это мы играли в ВК Алис. Здрасте. Здрасте. Это Паша, это Света, это Оля. Очень приятно. Это гениальная певица. Она самая гениальная в Питере, кого я знаю. Я тебе ее рекомендовала. Ладно. Так мы переписывали сегодня? Я не знаю, вы переписывали, вы не переписывались? Нет, мы не знакомы. Я написал, вот, дурак. Да ладно, можем. Вы гуляете? Ты меня так представляешь. Нет, это гитарист, и он пытается быть продюсером. Он хочет продвигать, но он любит попсовую музыку вообще. Ну ладно. Я рок еще люблю. Ему нужна певица очень строчная. Ну я же не рок. Но ты не умеешь, да? Нет, вообще не умею. Вот так вот. Славное, это как-то перемен. А, кстати, да. Ты думаешь, вполне возможно по эту марочку там. Экзамен сдал. А знаете, как он сдавал этот дворец? Короче, из этого. Кто сдавал? Роси сдавал. А, Роси. Как свою работу. То есть, там поехали все они на корабле, императрица Мария Федоровна, там вот этот Александр Первый. И вот он чисто открылся ихнему взору. Вот это дворец? Да, со стороны вот этой реки, вот этой, средней нефки, вот это вот. Они вот увидели его на фоне зелени такой вот белой такой, возвращается как пирофена. Как какие-то слова, сравнения в этом книге. И снаружи, и внутри, он все сделал грамотно. Итальянцы умеют строить. Детали нашего проекта, а смотрите, это пристань. Вот сюда подходил королевский корабль, вот, с царской семьей, и здесь вздымался флаг, флагшток вот был. Вот он. То есть, гремела пушка, и все праздновали что-нибудь. Конечно. Аристократия здесь отдыхала на острове. Здесь зимние празднества всякие проходили. Специально для кораблей. Но здесь хорошо, смотрите, хорошая очень акустика. Полукруглая ротонда, здесь речи хорошо проговорить. Смотрите, я что-нибудь скажу. Итак, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы здесь с вами собрались, что вот в этом месте, так сказать, отметить наше место пребывания на Елагином острове. Всех рад приветствовать здесь. Ну-ка идите сюда, что-нибудь спойте. Девчонки. Хорошая акустика, да? Ого! Роси, конечно, знал толк в акустике, как создать такие звуки, да? Итальянец умел все это делать. Ольга, я приглашаю. Давай что-нибудь споем. Что-нибудь известное, давай. Так, начинай. Будущая певица может быть известна или неизвестна. Ого, слушай, тут такая вот. Давай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Экзамен сдам Зачтено, зачтено